Нирвана. По большей части продюсируется Чикаго Нойз Рок Кинг Стивом Альбине. Альбом Иньютера абсолютно не звучит так, как альбом рок-звезд с многомиллионным состоянием. В любом случае, какое бы ни было финансовое состояние у группы, но что же скажет мир? Мы решили раздать пару копий на территории Нью-Йоркского колледжа и спросить студентов, что же они думают. И вот вердикт. Ты фанат Нирваны? Конечно. Да. Что тебе в них нравится? Знаете, они не такие, как все. Они делают уникальную музыку, и я это очень уважаю. Ты фанат Нирваны? Чего? Нирвана. Нирвана? Это шо такое? Никогда не слышала. А какую музыку ты слушаешь? Обычно клубняк. Ты знал, что у них вышел новый альбом? О, да. Но я его пока не слушал. Могла бы ты взять это домой, прослушать, а потом прийти сюда завтра в это же время и поделиться впечатлениями? Да, без проблем. Конечно, я здесь работаю, буду тут весь день. С удовольствием. Расскажи, ну как тебе имьютора? Ох, он потрясающий. Реально классный. Ну, очень похоже на первый их альбом, но здесь есть пару песен, которые явно бы крутили на радио. Третья песня «Хард Шейп Бокс» могла бы даже крутиться по MTV. А еще мне понравилась девятая песня «Пенни Ройл Ти». Реально годно. А есть пару песен, которые я могу слушать и наслаждаться музыкой. Слова песен порой для меня бессмысленны. В них, конечно, может быть глубокий скрытый смысл, и я попытался понять некоторые слова. Я думаю, если бы я был под наркотиками, я бы лучше понял. Но я не употребляю. Я послушал несколько песен. Первая пара песен действительно хороша, но четвертая песня «Рейп Ме» — мне было неприятно ее слушать, и я нахожу ее оскорбительной. Мне нравится первая часть альбома, особенно «Рейп Ме». Она великолепна. Песня «Рейп Ме» такая... Я думаю, они хотели напичкать ее противоречиями, потому что все в ней бессмысленно. И я не могу найти в ней смысл. Она очень развязная и громкая. «Дамп» очень хороша. «Рейп Ме» очень хороша. А «Хард Шейп Бокс» великолепна. Весь альбом в очень быстром темпе. Это потрясающе. Он становится мягче к середине, а потом возвращается в жесткий темп. Потрясающая аранжировка. «Сэндли Сапрэнсис» хороша. «Фрэнсис Фармер отомстит в Сиэтле» тоже прекрасно. Я не знаю, кто такая Фрэнсис Фармер. Я думаю, если б я знал, кто она такая, я бы понял смысл и насладился бы больше. Порекомендовал бы альбом друзьям? Да, конечно. Им понравился первый альбом, значит и этот зайдет. В принципе, довольно-таки нормально. Это не то, что я обычно слушаю, но я бы прослушал еще раз. «Нирвана». Покупай этот шедевр. Вот вам хороший совет. «Нирвана» устраивает тур в следующем месяце. Не пропусти его. Их лица на данный момент украшают больше, чем дюжину обложек журналов. «Нирвана» врывается в эпицентр событий и на сцену снова с их новым альбомом «Иньютера», который занял первое место в чарте «Билборд». Вчера они были проездом в Нью-Йорке и остановились в студии MTV, чтобы поговорить про записи и о вещах, которые сказали фанаты по новостям MTV. Слова песен порой для меня бессмысленны. В них, конечно, может быть глубокий скрытый смысл, и я попытался понять некоторые слова. Я думаю, если бы я был под наркотиками, я бы лучше понял. Но я не употребляю. Ну вот. Ну, это колледж, ребят. Я послушал несколько песен. Первая пара песен действительно хороша, но четвертая песня «Rape Me» — мне было неприятно ее слушать, и я нахожу ее оскорбительной. Это песня «Против». Повторяюсь еще раз. «Против насилия». Даже не знаю. Многие люди пытаются внести слишком много смысла в мои тексты. Но вы знаете, его там даже нет. Наверное, я решил просто быть реально туповатым в этом деле. У нас была идея создать свое звучание, которое мы хотели, чтобы соответствовать продакшену Стиви Альбини наравне с другими группами, такими как The Breeders и Pixies. Это просто тот звук, который нам понравился. Он звучит так естественно и имеет свою атмосферу. Говорят, что нас типа записывал «Мистер Этнис». Да, но у нас не было двух миллионов долларов. Это правда. До этого времени Курт Кобейн был главной движущей силой, источником музыки и текстов Нирваны. В написании «Сентлис Апрентис» впервые приняли участие все члены группы. Это тренд, который вы намерены продолжать? Черт возьми, да. Это снимает груз с моих плеч. Дэйв сочинил барабанную партию, и мы продолжили сочинять оставшуюся часть, отталкиваясь от ритм секции. Затем он показал мне гитарный риф. Он очень простой, но очень действенный. И я подумал, а это реально может сработать. Сначала я подумал, что идея глупа, но потом мы поработали над ней, и получилось очень даже здорово. Я очень рад этому, потому что мы сможем писать вместе даже чаще. Вообще, мы очень пассивно-агрессивные люди, и мы любим критиковать друг друга в той или иной манере. Но, наверное, именно из-за этого мы и выжили. Я думаю, нам нужно сходить на терапию всем вместе. Ни за что. Мы просто перебьем друг друга там. Думаю, по отдельности было бы лучше. Да, почитать книжку там. Ага. Да, почитать книжку. Авторская книга «Нирваны. Приходи, какой ты есть», насыщенная деталями и подробностями о трио и их восхождении к успеху, уже доступна для всех поклонников группы. Я много узнал с этой книги. Я много узнал практически с первых двух глав и понял, что иногда мне просто следует заткнуться. «Нирвана» записала отличный альбом, но вам следует услышать их вживую. Группа стартует тур по штатам, начиная с Аризоны, в фестивале «Феникс» 13 октября, затем «Альбукерки» 19 октября. «Ферькс» «Альбукерки» — «Альбукерки»